Открытая студия Федерал Пресс продолжает свою работу на международной туристской выставке лета 2023. Говорим про туристические тренды, про то, что смотреть, куда летать и сколько это будет стоить. У нас в гостях замминистра культуры Кыргызстана и директор департамента туризма республики Самат Шатманов. Добрый день. Здравствуйте. Наблюдаете ли вы рост потока туристов из России в Кыргызстан в последнее время? Во-первых, позвольте поприветствовать вас от имени Министерства культуры, информации, спорта, молодежной политики Кыргызстанской республики и от департамента туризма. И признаюсь, что до пандемии число туристов в 2019 году у нас составило 8,5 миллионов туристов. Это в 2019 году. Потом началась вот эта пандемия и, конечно, сразу спад пошел. И тем самым, то есть, с государства начали особое внимание уделять именно на развитие туризма. И Кыргызстан в этом плане начал везде принимать участие. То есть, на всех международных выставках, ярмарках, на всех рот-шоу, где проводят именно наши соседние страны, наши дружественные страны. И везде мы показали там наш потенциал туризма в Кыргызской республике. Если точнее сказать, в 2022 году именно из России посетили нас около 500 тысяч туристов. Это для нас, как бы, с России для нас очень мало, если считать, если 500 тысяч, потому что мы братский народ, но близкий народ. Тем более... Хотелось бы больше. Да, хотелось бы больше. Тем более мы с Россией очень тесно сотрудничаем. Мы вот недавно приняли участие на московской ярмарке-выставке. И здесь, в Екатеринбурге, я второй раз. Первый раз я в 2021 году был. То есть, я всю Свердловскую область, Селябинскую область объездил, посмотрел на всех больших заводах, фабрик, я фабриков там побывал. И мне очень здесь понравилось. И в прошлом году, конечно, у меня не получилось. А в этом году решил сам обратно прилететь. И я довольный с большой делегацией прилетели сюда. В Кыргызстане на сегодняшний день число туристов, скажем, намного увеличилось. Это в этом плане хорошо себя зарекомендовал наши, возможно, горнолыжные базы. То есть, наши санаторные учреждения. А что нужно сделать для того, чтобы российских туристов стало еще больше в республике? Ну, сейчас у нас, во-первых, нужно логистику решить. А там сложности есть какие-то с логистикой? Я думаю, никаких сложностей нет. Бывали... Здесь никаких политических вопросов нет. Здесь бывали, возможно, технические такие вопросы. Сегодня, на сегодняшний день, за три года мы как бы ежево время сезона открываем прямой рейс Иссык-Кульской области. Вот, наверное, вы очень наслышаны про озеро Иссык-Куль. Прямой рейс именно Екатеринбург-Тамча курсировал два года подряд. И в этом году, в конце апреля, запускаем тоже прямой рейс Екатеринбург-Тамча. А так регулярно в пешке к Екатеринбургу в неделю два-три раза курсируем. Куда российские туристы, кроме озера Иссык-Куль, едут в Кыргызстане? Где любят отдыхать? Кыргызстан, она такая горная, удивительная страна. У нас семь областей, и каждая область имеет свой потенциал туризма. То есть где-то трекинг, где-то историко-культурное наследие, где-то такой оздоровительный туризм, где-то горный экологический туризм. Мы миру, и в том числе и России, предоставляем разновидность видов туризма. То есть у нас, скажем, за один день можно увидеть все четыре сезона. Как это? Просто проехавшись по республике? Да, по всей республике нужно проехаться, можно увидеть и лето, и весну, и зиму. В общем, за один день можно все увидеть. То есть у нас ледники есть. Мы сегодня встретились с главой города Екатеринбург. Мы обсудили ряд вопросов, и мы как раз таки сейчас планируем, начали процесс открытия прямого авиажелезного сообщения, железнодорожного сообщения. То есть до этого, до пандемии, конечно, у нас курсировал Бишкек-Бишкек-Екатеринбург. Мы сейчас рассматриваем вопрос прямо до Иссык-Польской области. От Екатеринбурга до Иссык-Польской области. Чтобы туристы могли напрямую добираться, в том числе и с железнодорожным транспортом. А что по стоимости отдыха в республике? По стоимости сейчас, если... Ну, вот так на 10 дней, например, поехать. Ну, на 7-5 дней где-то хороший отдых с трехразовым питанием плюс лечением, где-то 40-45 тысяч рублей будет. Это считаю... На человека? И перелет... Включая перелет на одного человека? Да. В составе доходов в республике туризм какую долю занимает? В 2019-м году доля ВВП страны составила 3,9%. В 2021-м году уменьшилась в 2020-м из-за пандемии. Это 2,9% было. В этом году до 4% выросли. Вы считаете, это достаточная цифра или, возможно, больше? Нет, у нас большой потенциал. Мы ожидаем большего. Это только начало. Я желаю, чтобы у вас все случилось. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас в гостях был замминистра культуры Республики Кыргызстан, директор Департамента туризма Республики Сабаш Атманов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова